Финалу конкурса «Мисс Российская красавица» предшествовала подготовка, на которой девушки изучили азы дефилирования, взяли уроки макияжа. Партнеры проекта предоставили девушкам возможность изучения английского языка. Кроме того, на протяжении подготовки юные барышни не покидали спортзал. Российская красавица – это, конечно же, девушка славянского типа. Это высокая, стройная, ну и просто оборожительная и милая. Зрители и члены жюри высказывали различные критерии, по которым они хотели бы оценить конкурсанток. Для меня важна лично индивидуальность девочки. То есть, если все девочки выйдут такими, по-своему, эмиграциозными классами, а одна какая-то выйдет такая, дерзкая, я скажу ей да. До тех пор, пока девочка себя не преподнесет и не покажет, мы не узнаем, кто она и что. Одного платья – это мало. Обязательно должен быть творческий номер, человек должен раскрыться. Поэтому я буду обращать внимание на это. Творческие номера от рисования до песен и танцев. Некоторые вызвали горячий восторг у публики, оживили и раскалили обстановку в зале. Но по-настоящему стало жарко в тот момент, когда девушки вышли на сцену в купальниках. Реакцию можно было заметить не только у зрителей, но и у главных судей конкурса. Между тем, члены жюри отмечали, что одним из качеств, которым должна обладать любая девушка, вышедшая на подиум, – это уверенность в себе. А для тех, кто намерен продолжать развиваться и связать свою жизнь с модельным бизнесом, необходимо иметь стержень. Если девушка выбирает эту стезю, ей нужно стать профессионалом. Сегодня просто большая востребованность в умных моделях, которые понимают, что они делают, они понимают, за что они это делают, для чего они это делают. И, соответственно, работают перед камерами на подиумах, выполняют свою роль, потому что это индустрия, это работа, это очень тяжелая работа на самом деле. Трудно представить, как волновались девушки перед финальным аккордом. Они удалились в гримерку, пока члены жюри решали их судьбу. Прошлогодняя победительница конкурса с минуты на минуту должна была передать свою корону. Я пожелаю ей быть уверенной в себе, носить эту корону с гордостью и знать, что она самая красивая. Наконец, после нервных минут ожидания, участницы конкурса в вечерних платьях вышли на сцену. Победительницей конкурса становится участница номер один, король Элина. Победительницей стала Элина Король. Сейчас она учится в школе, ей 16 лет, и надеется свою дальнейшую судьбу связать с модельным бизнесом. Дальше, конечно, хочу поехать в Москву и дальше добиваться вершин. Готовились мы усердно по 4 часа в день до конкурса. Это только региональный этап, но и на нем девушки получили свою огранку. Несравненный опыт, закалку и ту самую уверенность в себе. Самым тяжелым для меня, скорее всего, был выход в купальниках, а также творческий номер, потому что к нему нужно подготовиться, и это достаточно тяжело. Нужно продумать каждую деталь, чтобы это выглядело красиво, а также выполнить это все идеально, чтобы жюри оценило твои труды по достоинству. Определенно, с участием в следующих конкурсах переживания у девушек останутся, однако они будут немного другие. А всем остальным представительницам прекрасного пола напоследок хотелось бы пожелать не оставаться в тени, любить себя, оставаться красивыми и стараться принимать участие в конкурсах красоты, чтобы женщины нашего города затмели всех на российской и мировой сценах. Субтитры создавал DimaTorzok